В Сыктывкаре сегодня приняты новые правила благоустройства города. Брошенный мимо урный окурок, выгол собак на детских площадках, мойка автомашин в неположенном месте. За все это теперь будут наказывать рублем. Штрафы по-европейски жестокие, говорят эксперты. Если обычному гражданину грозит до 5000 рублей, то предпринимателям, которые не озаботятся чистотой собственных территорий, грозит до 600 тысяч. Елена Кононова о мерах принуждения. Вопрос голосовать или нет за документ о новых правилах благоустройства у депутатов Сыктывкара даже не возникал. В борьбе за чистоту народные избранники впервые за долгое время оказались единодушны. Осталась самая малость – заставить закон работать. Это настолько живой интерес обсуждение этого документа среди депутатов вызвало. Наверное, это второй документ после бюджета, который настолько живо обсуждается. Потому что там есть некоторые, может быть, не совсем понятные для нас еще и для населения будут вопросы. Потому что для того, чтобы этот документ работал, в обязательном случае нужен контроль. Для этой работы будет создана комиссия. Ей предстоит объезжать город, фиксировать нарушителей на видео, на основании чего выписывает протокол. Кстати, депутаты надеются на помощь и простых горожан, которые не будут смотреть равнодушно на тех, кто родной город превращает в свалку. Конечно, его надо зафиксировать, что именно он его бросил. Там все непросто, но есть, в конце концов, сейчас новые средства, и, скажем так, и видео, и телефоны всех с камерами, и с фотокамерами. Я разговаривал с руководством УВД, они говорят, что нужны фотографии желательно, можно видеозапись. Заявление от этого гражданина обязательно будет рассмотрено. И, я думаю, в 99% случаев будет вынесено протокол. Правом оформления протоколов об административных нарушениях органы местного самоуправления наделили депутаты Госсовета еще в июне. Вот только не дали главного рычага воздействия – штрафы. Дальше, возможно, больше. Планируем выйти с предложения на Госсовет, чтобы Госсовет нас наделил последней, скажем так, фазой этих полномочий, создавать административные комиссии для того, чтобы самим рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать штрафы. Опять же, проанализирована нами практика регионов, показывает, что это наиболее эффективная схема, которая работает для того, чтобы благоустройство территории было в надежащем виде. Инициатива городских депутатов в парламенте республики будет рассмотрена не раньше сентября. Но мэр столицы потребовал начать реализацию новых правил благоустройства уже сейчас, чтобы в процессе выявить все недоработки и до осени внести изменения. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.